Дешевый монтажер. Расскажите основные плюсы и минусы работы с монтажером на фрилансе. Друзья мои, прям любимая тема. Ну давайте я вам скажу один большой минус работы с дешевым монтажером. И он глобальный. Самое главное это то, что когда вы начинаете работать на фрилансе с монтажером дешевым, ну почему дешевым, да? Он может быть условно не дешевым. Вы начинаете ему объяснять свое видение, свое желание, свой там процесс, что вы хотите. И это на это уходит очень много-много времени. Именно поэтому очень многие они хотят нанимать монтажером, потому что они уже попытались нанимать кого-то. И вот вы человеку объясняете, объясняете, а он одной рукой играет в игрушку, второй рукой обновляет профиль там на фрилансе, там на апворке, да? А третьим ухом слушает вас. Потом делает не то, что вы хотите, а то, что он считает нужным, вам дает, и вы понимаете, что там ерунда. Позитивный сценарий, когда у вас все хорошо. Очень часто на моей практике тоже такое было. Мы нанимаем монтажера, он делает месяц, два, три, а потом пропадает. И вот мы уже выставили процесс, а его нет. А почему? Потому что он безответственный. Он пропал, и вы пока найдете нового монтажера, у вас сбился и ритм, и желание, и хотелки. Работайте с лучшими. На фрилансе надо искать монтажера, с которым вы будете работать долго. Вот это как вот, представьте, что фриланс – это своеобразное кадровое агентство. Всю разницу между вами и монтажером, то, что вы работаете удаленно. То, что монтажер будет работать где-то может быть в другом городе, в другой стране, на другом конце мира, да? И, возможно, вы должны смотреть на этого монтажера, как на члена команды. Почему? Потому что на объяснение концепции вашего канала, идеи канала там, да? Где, когда надо ставить какой-то там призыв, открывашку, закрывашку, титры, где что нарезать, где брать стоковое видео, на это уходит очень много времени. И вы, как молодой специалист, как молодой видеоблогер, вы еще не понимаете, что такое бизнес-процесс, и даже мельком не слышали, что есть монтажные листы. И вы работаете очень часто, потому что, и мы так работали, сделайте мне красиво. И вот вы, когда начинаете работать с монтажером, вы с ним общаетесь, да? Давайте будем честно говорить, там, по ночам там, да? Он вовлечен в процесс, и это правда. Он сам верит в то, что он с вами будет работать долго, счастливо, и вы создадите классный проект. Берет он недорого, но потом, минус недорогих, потом этот монтажер, к нему приходит кто-то другой с более вкусным и интересным предложением. А теперь самое интересное, от нас уходили монтажеры за стоимость в 3 рубля больше за минуту, чем у нас. То есть они даже не объясняли нам, почему они уходят, они просто уходили другим, зачастую конкурентам, потому что там платили за минуту больше, чуть-чуть больше. Вот и вся разница. И то, что вы, вот то, что вам надо искать нового монтажера, объяснять ему бизнес-процессы, объяснять, где что брать, объяснять в своих желаниях, где брать музыку, где брать стоки, где брать видео, где брать футажи, как, куда, что ставить, какие слова паразиты вырезать, какие нет, это все уходит на второй план. Он вам ничего не должен, потому что вы же работаете издельно-премиально. И это вы думаете, что вы убедили его работать с вами, показали ему мечту. Нет. Монтажеры это очень прагматичные люди. Есть работа, хорошо. Нет, уходят и скажут, Александр, извините, я сегодня увольняю. И у вас должна быть, должен быть вариант номер два. Как работаем мы? И что делать? У нас всегда есть три монтажера в работе. Всегда. Почему? Потому что клиент, с которыми мы работаем, он должен, он не должен даже понять, что у нас какие-то проблемы, что у нас кто-то ушел. Почему? Потому что у нас всегда есть кто-то на подхвате. Кто сможет, или же ваш монтажер может заболеть, или просто передумать. Или, вот у меня был реальный пример, когда человек взял, собрался и уехал к маме на картошку. Садить картошку, это было вот этой весной. То есть, я говорю, подожди, ты сейчас заработаешь столько, что ты можешь эту картошку просто взять, и тебе привезут домой, и каждую картофель, знаете, как раньше мандарин и апельсины заворачивали бумажки, и положат в подвальчик, тебе ровненько все. Нет, я должен поехать. И вот у нас сбился очень серьезный бизнес-процесс. Благо, у нас всегда есть чем заменить. А дешевые монтажеры, они потому и дешевые, они не знают себе ни цену, и они не ответственны. Они вот, то есть, они на этом не зарабатывают, они этим перебиваются. То есть, вот давайте так, мотивация у человека, у которого есть семья, дети, беременная жена, он работает, и он как автомат Халашникова. Пам-пам-пам, четко, внятно, выходные, там, авралы, все, готов, там, давайте мне, там, давайте, работаю, и все, да. А возьмем школьника, который ты, вы знаете, у меня сейчас начались, вот у нас только недавно было, да, у меня начались уроки, там, и я сейчас буду ходить в универ, поэтому я буду брать не два часа видео в неделю, а я буду брать 30 минут. Надо ли нам такой? Наверное, нет, мы его заменим. Почему? Потому что у нас процесс, когда ты, вот, то есть, себестоимость входа монтажера в команду очень дорогая. Не по деньгам, а по времени, по времени, которое вы тратите. И вот, когда вы начинаете работать с дешевыми сотрудниками, то все в итоге оказывается куда более дорого, потому что вы тратите время, нервы, силы, на что? На поиск новых. А потом, когда вас раз придадут, два, три, вы каждого монтажера будете сомневаться в нем, и это очень и очень негативно влияет на процессе творчества, потому что вы же творец, вы же видеоблогер. Поэтому, друзья мои, плюсы у дешевых монтажеров один, он дешевый. Но, если мы копнем глубже, то мы поймем, что эта дешевость, она относительная. Все в нашем мире относительно, потому что время, которое вы тратите на него, оно бесценно. Самое дорогое у нас время. Я думаю, что вам было просто, ясно и понятно в нашем районе Ютубе. Пу-пу-пу-пу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!